всем привет привет всем отличной среды сегодня мы будем делать расклад который предложила галина называется он сама для себя загадка и мы будем в нем смотреть что вы от себя прячете и ну зачем это ясное дело до чтобы от себя прячет когда я говорю прячете я подразумеваю что не то чтобы это себе не знаете а скорее всего вы либо не признаете что у вас есть это качество либо вы его считаете как недостатка может быть слабостью и не хотите принимать скорее всего в таком контексте мы это будем рассматривать напоминаю если вы хотите записаться на личную консультацию то посылки мои услуги под этим роликом вы сможете перейти и прочитать что для этого нужно делать стоимость и так далее вся информация есть минуты также под этим роликом есть ссылка на мой второй канал с короткими раскладами на одну позицию кому интересно переходите не забывайте подписываться ставить лайки комментировать вот а мы наверное с вами приступим надеюсь вы в курсе да что тайм коды тоже есть под этим роликом в описании и так позиция номер один голубенький камешек единички начинаем что вы от себя прячете королева кубков скорее всего прячется либо свою способность любить любить по-настоящему знаете вот с таким большим сердцем вот сейчас я посмотрю почему но здесь вот как будто бы вот эти вот истинные какие-то ваши настоящие чувства вы сами их от себя прячете ну-ка давайте ка мы посмотрим что здесь произошло почему почему вы вы их прячете на десятка кубков не знаю у меня такое ощущение что здесь возможно было какое-то разочарование на что-то надеялись и не случилось да так как вы хотели так как вы для себя программировали что ли и исходя из этого вы как-то я не могу сказать что здесь человек закрыл до свое сердце это было бы неправильно неверно сказано а но здесь вы как будто бы стараетесь сдерживать что ли ощущение того что есть необходимость либо какая-то потребность именно знаете выражение эмоций вот в том числе выражение любви но возможно в вашем окружении нету предмета на кого сейчас можно вот было бы так излить вот эту вот любовь безусловную большом количестве да вот такое ощущение и поэтому здесь велика вероятность вы эти эмоции эти чувства сдерживаете также осознавая понимая насколько вы эмоциональны да здесь всем здесь вы тоже можете как будто бы контролировать свои эмоции для чего вы их контролируете потому что вам так комфортнее да то есть когда вы вас не раскачивают на качелях а вы чувствуете себя знаете так фоновом балансе самой собой да то есть скорее всего нету ярких таких всплесков эмоциональных и как следствие вы можете логически мыслить почему потому что ну вот такой расклад карт здесь говорит о том что вы действительно бываете чрезмерно может быть чем-то эмоционально может быть слишком включаетесь каких-то людей либо в каких-то ситуациях и я не говорю о том что вы здесь можете потерять как-то голову но вот это вот эмоциональность до либо впечатлительность либо чрезмерная чувствительность эмпатичность том числе да она может быть вам ну не не во благо и вы это чувствуете поэтому считаете что вот легче было бы как-то вот управлять своими эмоциями так вы как-то более не знаю гармоничность собой и с миром если еще что-то что вы от себя прячете король пендакли ну возможно здесь есть желание каких-то данных стабильных более стабильных отношений с человеком вот либо прячется от себя не то чтобы вот вы меркантильный прям но знаете человек которому очень важен уют очень важен комфорт до стабильность вот такая знаете хорошая размеренная качественная жизнь и желательно чтобы она не было такой скоротечный на что-то вот такое медленное медленно уютно и комфортно это зона комфорта здесь для вас важно и безусловно финансовая сторона вопроса для вас тоже очень важно то есть если вы себе говорите о том что для меня деньги не важны то можно эту фразу делить на двое да то есть не могу сказать что прям слишком для вас финансы имеет какой-то вес но с другой стороны то что можно на что можно обменять финансы то что дают финансы не сами не само наличие денег а что на них можно купить да вот вот это вот для вас для вас важно вот ну а почему у вас себя это прячете дьявол видите вот вы действительно прячься да потому что возможно есть какая-то привязанность если это мы говорим а король эпидрокли возможно здесь есть какая-то привязанность какому-то конкретному человеку до который вот именно вас зацепил, то, что мы говорили здесь по эмоциональной линии. Если это не касается личной жизни, то, возможно, здесь есть именно привязанность к стабильности. Вот для вас важно, чтобы была стабильность, чтобы было качество, чтобы была такая, знаете, хорошая жизнь, вот прям богатая, хорошая жизнь. Опять-таки, богатая – это не всегда в контексте финансов, это может быть в контексте ресурсов, это может быть хорошая, богатая жизнь в контексте здоровья тоже, то есть иметь крепкое здоровье тоже может быть. Может быть, здесь идет привязанность к своему телу. Но в любом случае, если выпадает дьявол и король педакли, это какие-то излишества. Излишества могут быть здесь в еде, то есть кто-то может скрывать от себя самого, что он не может контролировать количество еды, которую употребляет. Почему? Потому что, возможно, причина эмоциональная, и человек не то чтобы заедает эмоции, а, скорее всего, возможно, недостаток какой-то эмоции в жизни. И самый простой легкий способ получить удовольствие – это еда. Но поскольку здесь выпадает дьявол, и он указывает на негативный аспект короля педакли, то здесь есть всевозможные излишества. То есть излишества в том числе, как и неподвижность. То есть человек может быть, с одной стороны, медлительный в принятии своих решений, а с другой стороны, знаете, человек, который ведет сидячий образ жизни, и он зависим от этого, да, то есть он понимает, что нужно как-то больше двигаться, обращать внимание на свое здоровье и так далее. Но вот, знаете, какая-то лень, лень, лень здесь присутствует. Вот. А также здесь, кстати, может проходить и любого рода удовольствие, в том числе и сексуального аспекта. Но я сейчас не хочу про это говорить здесь. Вот. Но здесь такое тоже может быть. Вот. Что еще? Что еще вы от себя прячете? Эрафанта. Здесь у меня такое ощущение, что вот вы, возможно, все же скрываете тот факт от себя, причем очень глубоко, и это исходя из вашего опыта неудачного, что для вас как ценность семья, она присутствует. Именно традиционная семья, именно те моменты, где, не знаю, может быть, какие-то правила, какие-то, ну вот, традиции именно в семье, то есть это там, как вот мы привыкли, да, какую роль выполняет обычно женщина в семье, да, она хозяйка, она воспитывает детей, как правило, не работает, вот, и мужчина, который ее обеспечивает, охраняя, защищает и так далее. То есть вот здесь вот какие-то такие традиционные понятия, и вы каким-то образом это от себя скрываете. Не знаю, может быть, выбираете, может, здесь много вариантов может быть. Один, то, что вот просто не складывается личная жизнь в таком формате, как вы хотите, и вы идете на компромиссы, то есть, допустим, там, выбираете гражданский какой-нибудь брак, да, либо там свободные какие-то отношения, но как бы вы не скрывали от себя, вот вам вот это вот традиционное понятие семейной ячейки, да, где есть два партнера, которые друг о друге заботятся и уважают, и вместе проводят время, и вот, и при этом она ощущает себя статусной, это очень важно, вот, и это вы скрываете. Также скрываете, возможно, тот момент, что для вас важна какая-то статусность, да, вот король Пендакли на это указывает, императрица, что статус, это может быть статус в профессиональной сфере, да, то есть человек такой амбициозный хочет чего-то достичь, это может быть какого-то поста, да, высокого, это может быть признание важных для вас людей, это может быть статус в личной жизни, да, либо это может быть статус социальный, да, когда есть признание ваших заслуг, вот, и, ну, то есть здесь императрица выпадает, либо кто-то здесь скрывает от себя тот факт, что он уже достиг, мне хочется сказать, чина императрицы. Почему-то, вот, вы мелко берете, да, у нас здесь выпадала королева кубков, вот, но ощущение того, что вы уже доросли до императрицы, но по каким-то причинам, да, здесь нету этого принятия. Давайте посмотрим, почему вы не принимаете, что вы уже императрица? Я не знаю, вам кажется, что вам нужно пройти еще какой-то путь, чтобы вы не доросли. Наверное, не хватает просто удовольствия и наслаждения, то есть вы как будто бы находитесь в процессе, да, работы, и в вашем понимании именно статус императрицы – это как вот конечная такая точка, когда я уже остановилась, условно говоря, в своем развитии, да, ничего не делаю, только получаю удовольствие и наслаждаюсь. Здесь, возможно, вы все никак не можете этим насладиться. Вот такое ощущение, что здесь вот чего-то не хватает, знаете, как мы говорим, вот для хорошей жизни, вот как ты представляешь себе хорошую, счастливую жизнь? И человек начинает расписывать. И вот здесь вот такое ощущение, что есть два-три пункта, которые, рядом с которыми вы не можете поставить себе галочку для того, чтобы ощутить себя вот именно целостной, именно императрицей. Сказать, что вот теперь, да, я это ощущаю. Еще почему вы здесь себя не ощущаете императрицей? Король мечей. Здесь присутствует какая-то холодность. Вот я говорю, такое ощущение, что вы не можете реализовать здесь свою королеву кубков. То есть вот не можете найти предмет своей любви, на который вы могли бы изливать эту любовь и видеть как-то вот обратную связь, да, от этого человека, то есть насколько ему это нравится или нет. И хотелось бы, безусловно, здесь, да, иметь некую такую взаимность, но вам даже как будто бы не столь важна взаимность, сколько вот какая-то реакция, да, по ним. Вот как оценка какая-то, как одобрение, что да, ты уже такая. Причем может это быть даже и не словесно, но вот как будто бы в глазах другого человека увидеть отражение свое собственное, да, что я уже являюсь, то есть признанием. Вот не могу здесь объяснить, но ощущение того, что вы уже действительно стали императрицей. Но вот как-то что-то есть внутри вас, что не дает вам этого признания. Вот что это такое? Почему вы не можете себя признать императрицей? Четверка мечей. Потому что для вас императрица – это какое-то действующее лицо, да, это человек с такой активной жизненной позицией. А здесь вот как будто бы что-то, какая-то ваша, даже не сфера, а какая-то ваша часть, вот она не развивается. Вы не чувствуете удовлетворения в этой сфере либо вот в этой части. Как будто вы не можете себя проявить в чем-то, вот раскрыть, показать. Вы ждете какого-то шанса, вот что он появится, вы это сможете проявить, и вот тогда вы ощутите, что ваша жизнь, она уже целостная. И вы тогда сможете принять вот этот свой статус императрицы. Так, это у нас с вами такая была первая позиция. Жду ваших комментариев. Напишите, почему вы не чувствуете себя императрицей. Так, где это императрица? Вот. Что вам не хватает, как говорится, да, для полного счастья, для полного принятия себя. Так, позиция номер два, красненький камешек двоечки. Давайте посмотрим вас. В чем вы для себя загадка, да, что вы от себя сами прячете. Какую-то легкость, дружелюбие, открытость. Детскость, радость. Не знаю, вы как будто бы, может быть, не... Вот вы как не хотите, да, транслировать что-то такое хорошее, позитивное, что есть внутри вас. Вот какую-то радость, что ли, что-то скрываете. Здесь даже не столько скрываете от себя, сколько скрываете от других. Внутри себя вы это знаете. Знаете, здесь такое ощущение, как будто бы, не знаю, какая-то темная комната, да, вечером, и уже темно, и вы как этот маленький ребенок, который лежит на кровати, накрылся с головой, значит, одеялом, и под одеялом открывает книжку какую-то такую, знаете, секретную, чтобы никто ничего не увидел, никто ничего не понял. И фонариком под одеялом в темноте начинаете читать, да, то есть я вот как будто бы в домике, я закрылся от всех, вот, и я никому не покажу вот этот вот свой внутренний мир, что я вот с фонариком читаю, а там что-то такое интересное, волшебное, то есть вы как будто бы скрываете вот этот вот свой свет, что ли, свой позитив, свое внутреннее вот это солнышко. И я могу даже сказать, в чем здесь причина, потому что здесь было очень много как-то вот боли, разочарований, и вы держите это солнышко при себе, вот этот вот фонарик, да, как лицетворение света, вы его держите при себе и не показываете никому, потому что есть такое ощущение, что это никому не надо, поэтому я это, знаете, как что-то, что вы держите, холите, лелеете только для себя, только для себя, и это вот как, не знаю, мне просто здесь разные такие картинки с одним и тем же смыслом показаны, да, что вот, например, маленький ребенок, он нашел там либо щенка, либо какого-то котенка, принес домой и прячет его, знаете, вот в коробку под кровать, да, чтобы мама не увидела, не поругалась, вот он каждые пять минут бегает в свою комнату, заглядывает, так немножечко поиграется, да, с этим животным, и опять убегает, да, но вот в надежде того, что мама не узнает, то есть никто не узнает, никто не видит, почему? Потому что я могу этого лишиться, и вот это важно очень здесь для вас, поэтому вы здесь прячете это даже и от себя, почему? Потому что если я покажу вот эту вот свою радость на лице, от того, что вот я поиграл с этим щенком, либо с этим котенком, да, и у меня будет такая счастливая физиономия, и все будет написано на лице, и мама поймет, поэтому я не буду никому показывать, да, я постараюсь быть очень серьезным, и не буду показывать вот эту вот свою легкость, свою праздность, свое веселье, насколько мне хорошо и приятно, то есть здесь вот какой-то, вы знаете, действительно, как секретик, какой-то вот фантик такой, который вы держите для себя, при себе, прячете в разных там коробочках, в разных секретных местах, чтобы никто ничего не узнал. Но давайте проверим, мои догадки, да, так ли это, зачем вы прячете, зачем вы прячете, вы боитесь по, видите, по божу мечей очень болезненных слов, что кто-то что-то узнает об этом, то, что вы прячете, и причинит вам боль, то есть вы здесь немножечко насторожены. Почему? Почему? Десятка жестов. Я не совсем понимаю, почему. Тайну держите, видите, верховная жрица, потому что долгое время здесь как будто бы вы держите какую-то тайну. Здесь есть некий гурус. Возможно, здесь такое ощущение, что я никому не скажу об этом, чтобы, знаете, не сглазить. Бывает иногда такое, пока что-то не случится, мы не рассказываем о своих планах, о своих желаниях, потому что боимся, что рассказав, это не случится. То есть вот здесь что-то такое. Ну, в принципе, да, здесь может быть то, что я это держу при себе, мне это очень трудно удается, но все равно я держу язык за зубами, чтобы здесь не было разрушения. Вы очень боитесь либо какого-то разрушения, либо конфликта, что если кто-то узнает, вам причинят какую-то боль. Плюс ко всему здесь такое ощущение, что вот этого маленького щенка либо котенка в коробке его заберут у вас. Вот вы держите это при себе, никому не рассказывая, чтобы не утратить то, что для вас дорого. Хорошо, есть ли еще что-то, что вы прячете от себя? Аркан повешенного. Что это такое? Что это за? Какая-то боль здесь идет, знаете, что кто-то, может быть, поступил несправедливо. Нет, нет, здесь нет. Вы спрячете, опять-таки, видите, какую-то свою мечту, какую-то мечту, какую-то свою надежду. Потому что вот есть все равно ощущение, да, вот другие карты, но смысл тот же, что это может не реализоваться. То есть я как будто бы, не знаю, смогу быть как-то жертвой каких-то обстоятельств, что ли, и моя мечта не реализуется. поэтому вот вы как будто бы за семью замками держите это в тайне. Что еще вы можете прятать по этим арканам? Что вам как будто бы боязно двигаться дальше по жизни? Да, какие-то свои страхи. Знаете, почему? Потому что вы боитесь их показать самой себе, да, чтобы вот это как будто бы страхи эти, да, это ваше уязвимое место. И вы боитесь, что именно туда вам будут бить, вам будет причинять боль. Почему? Да, вот пятерка мечей. Потому что именно вот в это, Ахиллесову, да, в эту пяту здесь будет вам бить. Вам будет больно, вы не сможете никак защититься. Поэтому вы свои страхи и сомнения по поводу того, куда дальше двигаться, либо как достичь своих желаний, то есть вы никому не рассказываете. Ну, здесь вот прослеживается какой-то, хочется сказать, горький опыт прошлого, да, хорошо наученный, причем это были грабли не единожды, а многоповторка какая-то и после как-то вот последнего раза, да, то есть так сильно ударило, что наконец-таки вы поняли, да, что нужно держать язык с зубами. И здесь не только вы скрываете что-то от других, вот, но и от себя, да, то есть я об этом думать не буду. Вот как какой-то такой секретик, который есть определенное время, когда вы разрешаете себе об этом подумать, помечтать, пофантазировать, а потом опять-таки, знаете, как-то закрываете, как этот, про змей Горыныча, да, игла, игла находится в яйце, яйцо, там, птицы, птица, там, зайцы и так далее. Вот вы вот прям за семью замками это держите. Если еще что-то, что вы прячете именно от себя, да, есть, есть здесь очень такое, что-то важное, значимое в вашей жизни, прям что-то такое судьбоносное, не знаю, может быть какая-то поездка, встреча, либо вы ее хотели, Диана, звезда, либо вы ее хотели, либо она должна случиться. Не знаю, что-то такое, да, либо как поездка, либо как какие-то перемены, какой-то поворот в своей жизни. А почему? Почему вы это прячете? Шестерка мячей. Наверное, потому что вы еще не совсем уверены, да, в том, что это должно случиться, вот, то есть как будто бы сначала что-то должно другое произойти, да, по императору, какая-то ситуация должна сначала стабилизироваться. Возможно, вы должны, не знаю, с кем-то пообщаться, да, какое-то сообщение от кого-то получить, либо какое-то предложение получить, либо чему-то научиться. То есть здесь вот первично должно, должны произойти какие-то другие действия, и только после этого, как в потенциале, да, как вариант, может случиться вот то, то судьбоносное, которое вы примерно ощущаете, но вы сто процентов не уверены, да, то есть здесь есть сомнение, как будто бы вот ваша интуиция говорит о том, что вот что-то должно произойти, да, такое важное, и вы это ощущаете, но уверенности еще нет, потому что это вот то, что должно случиться, оно как будто бы где-то как-то там на горизонте мелькает, но оно еще далеко. Как-то так здесь. Так, это была вторая позиция. Этой колоде, да, такой очень прям, это оригинал, не реплика, но такого плохого качества картон, что они между собой слипаются, это прям неудобно, насколько красивая колода, настолько неудобно картон использую. Так, позиция номер три, зелененький камешек, троечки. Смотрим вас, что вы здесь прячете от себя. Свою эмоциональность, да, свою кубковость, возможно, для кого-то какие-то обиды здесь могут проходить. Вот, но скорее всего здесь какое-то новое начало, какие-то новые идеи, и вы их от себя прячете. По поводу вашего дальнейшего пути развития. Здесь есть какие-то идеи, какие-то планы, которые вас как-то вдохновляют, радуют, вот, но вы их от себя прячете. А почему? Потому что тревожитесь, потому что беспокоитесь. Это, скорее всего, имеет отношение к профессиональной сфере, да, вот. А почему вы тревожитесь здесь? Ну, потому что вы не знаете, как это будет развиваться, с одной стороны, а с другой стороны, возможно, вам нужно с кем-то первично поговорить. То есть, пока, возможно, у вас нет ресурсов, да, на реализацию вот этих ваших задумок. Поэтому, знаете, как, идея есть, но мы ее пока отложим в сторонку, то есть она никуда не исчезает, но она просто вот висит в ментале. И в подходящее время, да, ей как будто бы воспользуемся, но пока я буду держать это при себе. Вот, даже об этом думать не хочу. Так, а дальше, что еще? Есть ли еще что-то, что вы прячете от себя? Какая-то внутренняя борьба. Как-то боретесь вы с прошлым, да, то есть есть что-то в этом прошлом, что оно не дает вам двигаться дальше, что-то вы никак не можете принять. Вот. Не можете принять и закрываетесь. Закрываетесь. Не знаю, может быть, какое-то свое отшельничество, вот о чем здесь говорит отшельник, что вы не можете здесь принять. Какое-то новое начало, не можете принять здесь, что не совсем понимаю. не можете принять, не можете принять. Не могу понять, то ли здесь вы хотите пойти в какое-то новое, да, и что-то позитивное для себя построить, либо вы наоборот закрываетесь от этого. Что было в этом прошлом, почему вы закрываетесь? Так, кризис был, понятно, и что? Ну, были разрушения, понятно, и что? и это что-то изменило в вашей жизни и причинило вам боль. Ну, это понятно. И поэтому вы не двигаетесь дальше? Да, поэтому вы не можете как будто бы сделать выбор. Так, поэтому я понимаю, что вы закрываетесь, скорее всего, от шута, да, от своего дальнейшего движения. Потому что какой-то вот прошлый опыт очень болезненный, потому что у нас выпадает и пятерка педаклей, и башня, и тройка мечей, то есть такие очень болезненные моменты, которые не дают возможность определиться, что влияет на этот выбор. Вы сами влияете. Вы сами влияете. Вы не можете определить здесь для себя, что вам нужно, что здесь для вас ценно важно. Вы не можете сделать. Почему вы не можете сделать выбор? Здесь очень много мысли. Потому что этот выбор вы делаете на основе каких-то эмоций, не на основе логики. А здесь этот выбор, он сопровождается с какими-то очень сильными эмоциями, переживаниями. И вот если бы вы их отбросили, то вам было бы проще принять решение. Но вы как будто бы при принятии решения включаетесь в эти обиды, боли, слезы, какие-то негативные эмоции, поэтому не можете принять решение. Такой вопрос был, что вы от себя скрываете? Вы скрываете причину, почему вы не идете в новое. а причина это боль. То есть вам больно и скорее всего в будущем вы не хотите снова переживать эту боль. И поэтому как-то знаете останавливайте себя от принятия решений. Почему? Потому что я склоняюсь к тому, что если вы будете разбираться, вы поймете логически, что вам нужно идти в это новое. Но у вас какая-то ассоциация есть. Новое равно боль. И поэтому я не иду в новое, чтобы избежать эту боль. То есть вот здесь вот эту цепочку нужно разорвать. Потому что она вас останавливает. Если еще что-то, что вы прячете от себя. Десятка пендаглей. Какие-то переживания, возможно, связанные либо с финансовой стороной вопроса, либо с семьей. скорее всего что-то с финансами, что вы сидите и ждете, когда ситуация будет развиваться. Но ситуация не развивается, потому что она идет через какой-то самообман, хитрость. Здесь есть вторичная выгода. в принципе, нам карты это уже показали. Вторичная выгода не идти в будущее, чтобы не прожить заново боль. Поэтому я туда и не иду. Но есть ли что-то еще, что вы скрываете от себя? То, что вам необходима здесь трансформация для того, чтобы прийти именно к состоянию гармонии. Как-то договориться с самим собой, к спокойствию. Я бы сказала, для того, чтобы излечить вот эту свою боль, вам нужно отпустить прошлое. Да, примириться. Найти в себе силы, мужество и примирить какие-то сомнения, вызванные из этого прошлого внутри себя. То есть победить. Самая здесь будет большая награда по аркану смерти и аркану силы, это победить самого себя, победить свои вот эти вот страхи. Видимо, здесь был нехилый такой прошлый опыт, что знаете, как это дуем на воду, обожглись молоком и дуем теперь на воду. Здесь что-то такое. Вот такой у меня был сегодня для вас расклад. Благодарю Галину за идею, а вас всех благодарю за ваши комментарии, за ваши лайки, за то, что остаетесь на канале, за то, что комментируете, пишете от души, то, что действительно вам нравится, то, что откликается. И я вам очень-очень благодарна за наше с вами взаимодействие. Прощаюсь с вами до пятницы. Всего вам самого наилучшего. Пока-пока. субтитры субтитры